Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться ногими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не виденьем, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться перед судилища Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. Павел пишет, что, находясь в этом мире, мы воздыхаем. Это не обязательно происходит из-за конкретной проблемы или греха. Речь и не о гонениях за дело Евангелия, выпавших на долю самого Павла. Тогда же о чем? Это стонат того, что мы находимся по эту сторону небесных врат. Наши тела стареют, суставы ноют, мышцы слабеют. С возрастом мы все больше осознаем эту истину и начинаем вспоминать свою молодость, полную жизненных сил. Однако Писание велит нам не безнадежно оглядываться назад, в прошлое, а с надеждой смотреть вперед, в будущее, предвкушая исполнение обетования о том, что мы обретем бессмертное тело и вечный дом. У вас сегодня что-то болит? Запишите несколько причин, по которым сегодня вздыхает ваше тело. Затем поразмышляйте о том, как будет отличаться от него ваше новое, прославленное тело. Размышления, часть 2. Каждодневные напоминания. 2-е послание Коринфянам, 5-я глава, с 6-го по 10-й стих. Каждый день Бог напоминает нам, чтобы мы больше и больше жаждали Его. Одно из таких напоминаний – это наше бренное тело. Павел говорит, что наши тела должны каждый день заставлять нас помнить о том, что мы, находясь в этих телах, еще не у Господа. Ведь быть рядом с Ним лучше, чем в падшем теле, верно? Наше падшее тело – средоточие всего, что не так в этом мире. Из-за греха Адама наши тела стали подвержены смерти. Не проходит и дня, чтобы мы не ощутили на себе это последствия Адамова греха. Пусть ежедневные скорби производят в нас неутолимую жажду небес. Тянитесь к Господу в небеса, живите для Него здесь и сегодня. Наши повседневные тяготы и томительное желание быть ближе с Христом служат нам напоминанием о том, что мы пока еще не дома у Господа. Пусть эти напоминания помогают нам все больше любить Его. Молитва. Отец Небесный, пусть все мои сегодняшние трудности, проблемы и неприятности наполняют мое сердце не ропотом, а жаждой Тебя. И пусть сердце мое поклоняется Тебе, ведь Ты усмотрел для меня путь к вечной жизни. Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»